савуатов добрый день дорогие друзья хорошей недели у нас новая недельная глава называется она хей сара жизнь сары и написано и выбрала сара и было жизни сары сто двадцать и семь лет не весна 127 127 почему тора так говорит наши мудрецы говорят что она была также беззрешно как 20 так и в 100 и также прекрасно невинно то есть это она также получается невинно как в 7 лет очень некрасиво вот это вот поэтому это все переводы так соединяются то есть как прекрасно как 20 так она прекрасно и что такая же молодая красивая и также безгрешно как всем вот так наши мудрецы говорят до 20 лет человек не наказывается если какие-то совершил неправильное действие в великой заповеди тора вот так нет не требуется и вот него не наказывается вот так вот хотя заповеди уже обязан человек соблюдать если девочка 12 лет а мальчик 13 лет возрасти наказание не идет вот тоже это место замечает мудрецы и и умерла она терять армия она же хеврон подозрительно только что читаем что а врагам возвратился бершеву почему сара умирает в кириат армия в хевроне как это получилось значит а врагам идет радостный после того как все вышли его испытал самое тяжелое десятое испытание он идет возвращается бершеву сын у него живой всевышний не дал ему выполнить это повеление принести его в жертву заменил его ягненком то есть хорошее настроение приходит узнает что жены нет дома и она идет хеврон а врагам идет хеврон кириат армия кириат армия называется город четырех и слышит и видит жена умерла есть комментарий который говорит что она не согласна была с тем что врагам послушал повеление всевышнего и ушла от него кириат армия там умерла другой мидраж говорит пошла на хеврон а там ахиман шиша и талмай дети анака великаны и она попросила посмотреть их что делает а врагам и они высокие огромные говорят что а врагам связал и цхака положил его на жертву и сара от несчастья умерла это был единственный ребенок это можно понять другой комментарий попросила на великанов поднять ее на эту высоту они огромные подняли и она видит что а врагам не выполнил то что всевышний сказал то есть он занес руку чтобы зарезать сына и потом упустил руку и не режет его и она поняла что врагам не выполняет повеление всевышнего и по этой причине она умирает то есть разное мнение мудрецов на этот счет поэтому она умирает здесь севроне вот такая уникальная ситуация и наши мудрецы говорят что мы не знаем иногда какие события говорят о хорошем какие о плохом нам не все в торе известно эта ситуация всевышний говорит врагаму вози сильно жертвник сына но как это понять всевышний говорит что вы цхаке наречется тебе рот что это твое продолжение и тут и тут невероятное испытание принеси его в жертву но хорошо что все хорошо закончилось и действительно от исхака произошел еврейский народ потом как мы это знаем на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души берта бат исраэль владимир бен григорий павел бен ефим самуил бен герш хая малка бат йосиф мира бат а врагам роза бат михаэль памяти ури бен харитон мендель бен мендель яков бен нахун здоровья светлана бат лара шимон бен и цхак борис бен мария анна бат римка при на перв бат соня сура лена бат клара жани бат и да новина генеби софи aquest двой работ мирян моисей бен ева ирина у двора йосеф вен раиса и неソ Thesehsave евгений бен берта евгений и то фирра бат ана геннадий бен иллена lure бен клара ほфеев бен кларак ольг абад светлана йосе там бен цара таня бат фридо и да бат рива вадим бен тестяна hull или в отбелла як роб йосеф бен рахель шимун бенмиро Фейга Бат Берта, Марк Бен Нина Ира Бат Вера Хана Цепора Бат Сара Ася Бат Года Мазл Парнаса Гурла Ирина Батури, Аронари Бен Ри За хорошие духа Аронари Бен Двора Днис Бен Ахум, Авигаль Бат Сара Парнаса Ибрют Лори Бен Рая Марина Бат Рая, Борис Бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Парнаса Кованам Мазл То, что мы это время не грешили Читали Тору Всем всего самого наилучшего Всем желаю крепчайшего здоровья Пусть закончится скоро эта война И до встречи Надеюсь, нас состоится завтра 15.30 Шалом